Теперь вы знаете, как выглядит самый маленький двухмоторный пилотируемый самолёт планеты. Красавец по имени Кри-Кри Коломбана был спроектирован в 70-х годах силами француза Мишеля Коломбана. Этот авиационный инженер работал не где-нибудь, а в концерне Аэроспасьяль, иначе говоря, очень хорош в своём деле. Только представьте, строительство прототипа началось в 72-м году, а первый полёт состоялся уже в 73-м. По итогу Кри-Кри Коломбана вышел удачным и позднее получил несколько модификаций. Представленная на экране модель предлагает пилоту пару двигателей по 15 лошадиных сил каждый. Их достаточно, чтобы набрать крейсерскую скорость в 190 км в час, а в пустом виде самолёт весит поразительные 72 кг. В начале 70-х на рынке США появился BD-5 — эдакий конструктор для взрослых. Пока дети играют в лего, почему бы их родителям не собрать полноценный самолёт? Несмотря на множество проблем, в том числе сборку, на которую у типичного покупателя уходило три с половиной тысячи часов, продажи перешагнули отметку в пять тысяч комплектов. Но самую удивительную роль во всей этой истории сыграл Джеймс Бонд. Для фильма «Осьминожка» агенту 007 потребовался реактивный, но при этом компактный самолёт. Так что очень к месту пришлась модификация BD-5J с соответствующим двигателем. Она, кстати, четверть века удерживала титул самого маленького реактивного самолёта планеты. При длине около четырёх метров из BD-5J реально было выжать 480 км в час. А самый лёгкий экземпляр в пустом виде шокировал всех весом в 162,7 килограмма. «Стар Бамблби» построили специально для попадания в Книгу рекордов Гиннесса. И действительно, в итоге получился самый маленький в мире самолёт, поднявшийся в воздух. Сертификат версии «Стар Бамблби-2» датирован 1988 годом. И в нём записана потрясающая максимальная скорость — 305 км в час. Знатоки авиации наверняка будут в ужасе, когда сопоставят этот показатель с размахом крыла в 1,68 метра и с мощностью 85 лошадиных сил. А знаете, с чем связано название? Со старой байкой «Прышмеля», который по законам аэродинамики вообще не должен летать из-за недостаточной площади крыльев. К сожалению, после установления рекорда «Стар Бамблби-2» сильно пострадал, но его ранняя версия «Стар Бамблби-1» отлично поживает в Американском музее авиации и космонавтики «Пима». Первая партия Air One уже распродана, а предварительная запись на вторую закрыта. Остаётся только скинуть разработчикам контакты и в ожидании свободного местечка углубиться в характеристики столь желанного летающего авто. Занимается им израильская команда Airvev Ltd. В техническом плане перед нами электричка с вертикальным взлётом и посадкой, а также складными крыльями. Смело! И к тому же на полной батарее техника летает 60 минут. Очень неплохо с учётом крейсерской скорости в 160 км в час и двухместного салона. Но сколько же стоит такое удовольствие? В некоторых обзорах фигурирует цена в 150 тысяч долларов. Продолжают выпуск слабацкие разработчики. У них можно заказать автожир Nisus. Официальный сайт обещает безграничные приключения, дальность в 500 км и разгон до 195 км в час. Аппарат представлен в нескольких версиях. Комфорт, спорт и платина. Последняя самая крутая и компонуется двигателем мощностью 160 л.с., а также салоном с обилием кожи и алькантары, обогревом и прочими радостями. Цена уточняется по запросу, однако стоит держать на банковском счёте запас в районе 166 тысяч долларов. А чтобы продемонстрировать Nisus в деле, разработчики устроили погоню за Ламборгией. Cirrus Vision Jet — новая ступень эволюции бизнес-джетов. Клиенты получают привычные удобства, но в более компактном формате. Длина воздушного судна всего 9,4 метра, однако оно доставит семерых пассажиров на расстояние до 2361 км не только быстро, но и стильно, потому что его интерьер и экстерьер меняются по желанию клиента. Пока он выбирает цвет салона, пилоты могут пройти курс обучения, включающий тренировки на симуляторе. А в случае ЧП на борту любой пассажир сможет посадить самолёт, нажав всего одну кнопку. Archeopteryx настолько крут, что взлетает даже в штиль при помощи ног пилота. Феноменальный аппарат построили в Швейцарии, и на сегодняшний день он уверенно занимает место в списке легчайших планеров мира. Открытая модификация весит 54 кг. Разработка стартовала в 1998 году в Тюрихском университете прикладных наук. Изначально это был исследовательский проект, однако со временем планер успешно вывели в продажу, и он разъехался по всему миру от Австралии до Канады. Текущая версия доступна в трёх исполнениях, в том числе с электродвигателями. Она летает со скоростью до 130 км в час, и в хорошую погоду демонстрирует дальность в 500 км. Максимальная цена достигает примерно 128 тысяч долларов. Свобода полёта доступна каждому, уверена российская фирма «Микрон». И чтобы слова не расходились с делом, придумывает суперкомпактные вертолёты. Модель «Микрон-115» весит менее 115 кг. Разгоняется до 101 км в час и радует практической дальностью в 100 км. В общем, это полноценное воздушное судно. Тем прекраснее, что его покупателям не придётся оформлять свидетельство пилота, государственную регистрацию и сертификат лётной годности. Правда, пока «Микрон-115» не продаётся, но уже можно записаться в лист ожидания. Или приобрести другую модель «Микрон-3» и собрать её своими руками. Американская фирма «Пивотал» тем временем продаёт довольно любопытный аппарат «Хеликс». Это серийная летающая электричка с вертикальным взлётом и посадкой. Пока она одноместная, но «Пивотал» уже думает над более вместительными моделями. По документам «Хеликс» — сверхлёгкий самолёт. Так что сертификация пилота не требуется, а за счёт крайне простого управления парой джойстиков для обучения хватит пары недель. Каковы же характеристики данного чуда техники? Дальность полёта весьма скромная — 32 км. А вот крейсерская скорость на высоте 101 км в час. Также покупателям предстоит внимательно следить за уличной температурой, поскольку «Хеликс» летает в диапазоне от минус 10 до плюс 33 градусов. Занимательные данные, но разработчиков «Хеликс» поддержался основатель Google Ларри Пейдж, а уж он-то отлично разбирается в технологиях, способных выстрелить на миллиардные прибыли. Кстати, о деньгах. Приобрести «Хеликс» можно от 190 тысяч долларов, но ждать поставки придётся до весны 2025. В Чехии тоже знает толк в компактной авиации. Ярким примером послужил SpaceX SD-1 Mini Sport. Изначально этот самолёт поставлялся сразу в трёх вариантах — только чертежи, комплект для сборки, либо полностью готовый к полётам экземпляр. Давайте поближе взглянем на актуальную модель SD-1. С технической точки зрения нам предлагают низкоплан с Т-образным хвостовым оперением. В нём довольно много деревянных и карбоновых элементов, так что даже максимальный взлётный вес составил всего 240 кг. Крейсерская скорость воздушного судна достигает 160 км в час. Ограничение по дальности полёта — 900 км. Чтобы узнать цену, чехи предлагают заполнить форму на их сайте. А сколько бы дали вы? В 1999 году японская фирма «Джен Корпорейшн» разработала лёгкий вертолёт соосной схемы. Он получил название «Джен Эйч-4» и задумывался как гражданская модель для самостоятельной сборки за 30-40 часов. В силу конструкции вертолёт поднимает всего 86 кг, зато на высоту до 3 км. А разогнаться реально до 88 км в час. Дополняет эту поразительную картину аж четыре двигателя мощностью 10 лошадиных сил каждый. Так что даже при отказе одного остальные три позволят продолжить полёт. Если вы когда-нибудь мечтали о личном самолёте, сейчас самое время — заманивает клиентов американская компания «Сонекс Эйркрафт». По удивительному стечению обстоятельств она как раз продаёт комплекты для сборки воздушных судов. Типичный вариант «Сап Сонекс Кит» стоит около 137 тысяч долларов. Не так уж мало, но и характеристики у самолёта, который появится на свет из этого комплекта, достойный. Круизная скорость заявлена на уровне 386 км в час. Дальность составляет 660 км, а фигуры высшего пилотажа можно выполнять с перегрузками от минус 3 до плюс 6 g. Почему бы не упаковать полётные возможности в рюкзак? Создатели «Коптер Пэк» так и сделали. Правда, винты не влезли, но ничего, их разместили снаружи. Стоит отметить, что разработка данного чуда техники продолжается до сих пор. И кто знает, на какой стадии австралийские инженеры решат остановиться. О характеристиках «Коптер Пэк» известно немногое. Летать можно как в ручном режиме, так и на автопилоте. Диаметр лопастей — 90 сантиметров, их вращают два роторных электродвигателя, питаемые от двух батарей. Каркас выполнен из карбона, а за управление отвечают джойстики. Среди прочих шедевров Хаяо Миядзаки подарил нам навсекаю из «Долины ветров». Эта история про мир после апокалипсиса завораживает не только сюжетными поворотами, но и кропотливо отрисованной техникой. В частности, главная героиня использует «Мёве» — причудливый гибрид самолёта и планера. Кто бы мог подумать, что однажды он станет реальностью? Команда из Японии создала сразу несколько вариантов. Один из них — M02J и представлен на экране. У него имеются элероны, шасси и турбореактивный двигатель с тягой 80 кг-с. При этом пилот располагается почти как на дельтаплане, то есть в подвешенном состоянии, и по максимуму наслаждается крейсерской скоростью в районе 80 км в час. Смотрится опасно. Недаром разработчики решили не выкладывать чертежи в открытый доступ, а собранный M02J был в итоге передан одному из японских центров искусств. Настала очередь польских авиационных задумок. В сегодняшний выпуск успешно долетел вот такой мотопланер, известный как J6 «Фрегата». Его разработал конструктор Ярослав Яновский. Личность довольно известная. Начав как моделист, он добился поразительных успехов. По чертежам Яновского строили самолеты по всему миру. А как-то раз мотопланер J6 заинтересовал на авиасалоне даже компанию BAE Systems, одну из крупнейших в мире по части производства вооружений. Раз так, давайте на J6 и сосредоточимся. Мотопланер выделяется довольно высоким аэродинамическим качеством. Поэтому в крыле стоят выдвижные интерцепторы. Максимальная скорость J6 составляет 237, а крейсерская — 185 км в час. Практическая дальность тоже на достойном уровне — 1600 км. Неудивительно, что BAE Systems в итоге купила аж 50 беспилотников на базе J6. Dike Delta — очередной американский проект в стиле «собирайте сами». Среди аналогов он выделяется весьма смелой конструкцией. Это моноплан с треугольным крылом, который из-за обратной стреловидности задней кромки смахивает на ромб. Также разработчик обошелся без горизонтального стабилизатора. И в модели JD-2 организовал достаточно места для пилота и трех пассажиров. Двигатель на 180 л.с. позволяет JD-2 уверенно держать крейсерскую скорость в 273 км в час. Практическая дальность полета достигает 1400 км. Правда, на 2021 год известно лишь о 50 экземплярах JD-2, из которых взмыть в небо готовы менее половины. Зато самолет участвовал в летных испытаниях, финансируемых NASA. Помните историю про Helix и Ларри Пейджа? Так вот, сооснователь Google поддержал не менее креативную воздушную идею. Причем разработчики получили от него не только мудрые советы, но и финансирование. Так что уже с первого прототипа показали классный результат. Итак, на экране летающая электричка Flyer от американской компании Kitty Hawk. Как и многие конкуренты, она умеет взлетать и садиться вертикально. Управление крайне простое. На тестах Flyer пилотировали люди, посвятившие изучению всего пару часов. А задумка Kitty Hawk звучит примерно так — сделать полеты частью повседневной жизни. Для этого, видимо, вполне достаточно 20 минут в воздухе на одной зарядке. А также крейсерской скорости около 30 км в час. Снова США и снова самолет для сборки своими руками. Знакомьтесь, Бейкер Суперкэт — сверхлегкий малыш со съемными крыльями. В пустом виде он весит 147 кг и с двигателем на 50 л.с. развивает крейсерскую скорость в 121 км в час. По дальности пилот ограничен показателем в 225 км. Несмотря на относительно скромные данные, Бейкер Суперкэт удостоился награды Grand Champion Light Plane на авиашоу EAA AirVenture. То есть как минимум запомнился экспертам и публике, а значит успешно оставил свой след в истории авиации. Аугуста Ульдерико Сикаре — легендарная фигура как минимум для родной Аргентины. Этот выдающийся конструктор — папа серии вертолетов CH. CH-1 стал первым вертолетом, разработанным в Южной Америке. И это было лишь начало. Творения Сикаре становились все лучше и лучше. Давайте приглядимся к модели CH-7 Charlie 2. Она уверенно держит крейсерскую скорость в 167 км в час, забирается на высоту до 4785 метров и набирает ее со скоростью 305 метров в минуту. А запаса топлива достаточно на три часа полета. Великолепная машина для множества задач. Идею самолета «Пчелка» создатель вынашивал еще со школы, а с первого чертежа до полета минуло пять лет. Удивительно, но умелец из России не только закончил аппарат в одиночку, но и планировал продавать такие по штуке в год. При изучении тактико-технических характеристик воздушного судна глаз первым делом цепляется за вес, примерно 70 кг в пустом состоянии. Под стать размеры длина самолета 4,2 метра, размах крыла 6,3. Обсудить нюансы «Пчелки» можно на форуме «Ассоциация экспериментальной авиации», где соответствующая тема длится уже более 7 лет. Субтитры создавал DimaTorzok